Привет дорогие мои друзья! Существует такое устройство, при помощи которого можно принимать сигнал с видеокамеры прямо на экран мобильного телефона. И сейчас вы как раз смотрите на это самое устройство. Пришло оно ко мне в металлической коробочке, сам корпус выполнен из пластика. В опциях у продавца можно выбрать также более компактный вариант в термоусадке. В комплекте здесь идет антенна, microUSB кабель и в общем-то все. На устройстве есть также 4-пиновый разъем, при помощи которого можно подать 5-вольтовое питание и снять аналоговый аудио-видеосигнал. Но почему-то данный кабель сюда в комплект не входит. Конечно же нам с вами он не понадобится, но просто имейте ввиду, что такая возможность подключения здесь есть. Если вдруг кто-то из вас еще не догадался, как можно использовать этот ресивер, подскажу. Его можно использовать в паре вот с такой видеокамерой, например, маленькой, которую мы с вами уже распаковывали. Видос будет в завершающем окне, если кто не видел. Подключаем ресивер к смартфону, а смартфон устанавливаем в VR-очки. Надеваем их на голову и теперь можно наслаждаться либо полетами на квадрокоптере, либо просто подглядывать за кем-нибудь при помощи миниатюрной камеры, например. Перед подключением, любопытство ради, давайте разберем и посмотрим, что же находится внутри нашего ресивера. Ничего такого, что могло бы нас удивить, кроме небрежно откусанных краев платы. Четырехпиновый разъем, про который я вам ранее говорил. Я ожидал увидеть здесь какие-то переключатели частот, но ничего подобного. Лишь одна кнопка, при помощи нее осуществляется сканирование частоты. Помните, мы с вами распаковывали TV-тюнер для смартфона? Он у нас имел тоже microUSB разъем на конце и подключали мы его с вами через переходник. Так вот, как раз-таки эти переходники тоже бывают разные. Смотрите, берем обычный переходник, при помощи которого можно заряжать от microUSB смартфон с USB Type-C разъемом. Подключаем им TV-тюнер к смартфону и, как видите, ничего не происходит. Точно так же ничего не произойдет, если мы подключим наш сегодняшний ресивер. Для того, чтобы у нас с вами все заработало, нужен специальный OTG-переходник. Дело в том, что внешне они могут быть абсолютно одинаковые, но у них немного другая распайка по питанию. Обычный переходник способен лишь подавать питание на смартфон, а при помощи OTG-переходника возможно питание устройства наоборот от аккумулятора смартфона. И, как видите, с OTG-переходником можно смотреть телевидение на экране мобильного телефона, а также на экране, например, Android-магнитолы в автомобиле. Правда, в движении делать это будет затруднительно. Подключать ресивер нужно тоже не абы как. На кабеле есть стрелочки, и они должны показывать направление от смартфона к ресиверу, иначе работать не будет. Очень странно, но программка, которую я скачал по ссылке у продавца, тоже почему-то не захотела работать. Попробовав несколько вариантов таких программ, я все же нашел ту, которая заработала. Называется она Poke FPV. Ну или как-то так. Запускаем ее, и все автоматически начинает работать. Сканирование частоты производится при помощи красной кнопки, для этого ее нужно немножечко удержать. Из интерфейса программы просканировать частоты не получится. Он здесь очень минималистичный и довольно простой. Можно запустить запись, используя круглую кнопку вверху, а также включить режим для работы с виртуальными очками. На очки, кстати, я вам оставлю ссылочку в описании под этим видео, точно так же, как и на все устройства, которые вы сейчас видите. Если вы решите купить переходник с microUSB на USB Type-C, то обязательно покупайте с функцией OTG, потому что при помощи него можно не только заряжать телефон и передавать данные, а еще и подключать любые другие устройства. Ну, а я надеюсь, что информация в этом коротеньком видео была для вас полезна. Если это так, поднимайте пальцы вверх, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Впереди нас с вами ждет много интересных видосов. А я с вами прощаюсь. С вами был Александр. Желаю вам добра, удачи, позитива, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok